Привет, друзья! Я решил, что нам нужно действительно сейчас провести и один дикбес, еще бесплатный, и два вебинара. Один вебинар с Романом Газенко о природе образования слов, как с психолингвистом, и журналистом, и сценаристом, и прочее, прочее, прочее. И один вебинар с Шейлой Алиевой, ну, с моей дочкой, с психологом, которая занимается разгрузкой. Ну, она много чем занимается, просто в данном случае речь идет о разгрузке, потому что по запросам, как я смотрю, очень много людей находится в ситуации, когда им нужно выйти из какой-то тревожной такой вот ипостаси, то есть все время находится в тревожном состоянии. И вот мы решаем Шейлой вопрос, вас эта тема действительно так интересует или нет? Потому что мы можем сейчас и поменять тему, и сделать на более актуальную тему. Но она сказала, насколько ей кажется, люди сейчас находятся в этом состоянии в большинстве своих случаев в жизни. Поэтому напишите, пожалуйста, что бы вы предпочитали, потому что мы всегда идем навстречу. А это я сейчас вот третьим вопросом. Вы видите, эта картина все время меняется, и мы иногда устраиваем такой коллективный разум. То есть вы даете советы, я к ним прислушиваюсь, но решение принимаю сам, но я все взвешиваю. И таким образом мы сделали уже несколько шедевров. Кто их не видел, я потом покажу, и мы даже сделаем такую выставку небольшую. Я пройдусь по картинам, потом через несколько дней покажу их, и вы увидите. А сейчас, пожалуйста, скажите, вот это моя любимая поза? Вот так я люблю обычно. Ну, говорят, что это закрытая поза или неоткрытая. Мне это все равно, закрытая или нет. Мне так нравится. Поэтому я не руководствуюсь каким-то отдельным признаком, что руки так делать нельзя. По-моему, можно делать и так, и по-другому. Зависит от вашего состояния, с кем вы разговариваете, в каких условиях, какая у вас задача, какое настроение. От всего этого зависит. Мне нравится вот так. Мне так удобно. И поэтому я здесь, на картине, делал примерно вот это. Вот это. Но это была и мужчина, и был женщина, и опять мужчина. И вот теперь посмотрите, мужчина это все-таки или женщина? Да. И потом, что здесь немножко убрать, и что немножко добавить? Пожалуйста, напишите. Я очень хочу, чтобы мы совместно все сделали шедевр. Я очень хочу потом, чтобы этот шедевр мы вместе назвали, и потом вы увидите ее в следующей книге какой-то моей, как в предыдущей картины есть в предыдущей книге. И вы можете их посмотреть. Мне кажется, симпатично. Ну, ваше решение для меня очень важно, друзья. А я уже говорил о том, что вот таким коллективным разумом на примере создания этих картин мы научаемся все вместе думать о какой-то проблеме. И в конечном счете мы придем скоро уже, уже очень скоро сделаем такой коллективный разум и решим очень важные проблемы, касающиеся сегодняшнего дня, человека и человечества. Тогда мы придем к этому очень скоро, потому что время уже нас поджимает. До встречи.